Похвастаться подружкам заветным штампом в паспорте на 14-й странице стало не так-то просто. Россиянам разрешили не ставить отметку о заключении брака и наличии детей. Цифровизация добралась и до главного документа каждого гражданина Российской Федерации. Отмена обязательных отметок в паспорте – изменение не спонтанное. Как считают региональные эксперты, одной из главных предпосылок стало появление центрального аппарата ЕГР-ЗАГС. Единый государственный реестр действует с января текущего года. Здесь собрана информация о всех действиях, производимых органами ЗАГСа с 1926 года. Даже если к нам обратится человек с совершенно чистым девственным паспортом, мы всегда будем знать, женат он, замужем она, разведены они или нет. То есть любой факт нами проверяется. Более того, эта система взаимодействует со всеми получателями сведений, кому они полагаются по закону. Сведения уходят в налоговую инспекцию. Сразу идет рассылка широкополосная, поэтому обмануть налоговую не получится. Обмануть не получится и юристов. Информация о возможных нелегитимных сделках при продаже квартиры с чистым паспортом быстро разлетелась по интернет-порталам. Однако при оформлении соответствующего пакета документов помимо паспорта необходимо приложить свидетельство о заключении или расторжении брака. Юристы сошлись во мнении, несмотря на новизну поправок, проблем возникнуть не должно. Сами же ульяновцы склоняются к тому, что штамп в паспорте – показатель серьезных намерений между супругами, которые подкреплены законом. Ну, мы серьезными намерениями не просто так женимся, поэтому, да, мы поставили, потому что на всю жизнь, чтобы это было подтверждено в паспорте. Я за документационный взгляд, за штамп в паспорте. Почему? Ну, мне кажется, это все равно какого-то своего рода обязательства накладывает, какая-то гарантия, спокойствие. Мне, в принципе, на самом деле не важно, есть штамп, нет штампа. То есть, можно жить просто в гражданском браке, документам это как-то заверить, чего-то еще. Это большую роль разве играет в наше время? По-моему, нет. Ну, люди все равно должны состоять в законном браке, потому что вот эти вот сейчас гражданские браки, ну, я не знаю, но брак, он не считается все равно браком. Принять решение о том, ставить штамп в паспорте или нет, можно еще на этапе подачи заявления. На едином портале госуслуг появилась соответствующая графа. Добровольным стали отметки о ранее выданных паспортах и загранпаспортах ННН, группе крови и резусе-факторе. При этом обязательными остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также воинской обязанности. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.